О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! В преддверии Дня Республики в нашем районе открылись несколько социально значимых объектов. Первым делом делегация посетила новый микрорайон Италмаза вблизи села Шудек. Проект воплотился в жизнь благодаря реализации государственной программы комплексной развития сельских территорий Республики Башкортостан. В настоящее время 50 семей уже справили новоселье в новом микрорайоне. Постепенно развивается его инфраструктура, благоустроен новый парк культуры и отдыха. Символично, что его открытие состоялось в преддверии празднования Дня Республики и в честь 90-летнего юбилея нашего района. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился глава администрации района Ильшат Визикатов. Я очень рад за жителей данного микрорайона, за жителей вообще Шудекского сельского поселения. То, что вы имеете, то есть заимеете такой прекрасный объект на очень правильное, на мой взгляд, вот гости говорят, правильно подобранное место, светлые, уютные, с дорогами. Это один из первых объектов, который мы комплексно сумели отработать с дорогами, с газом. Хотя до этого мы, в принципе, второй объект. Первый объект у нас был школа с улицы, с усадьбы Ибалаки, которую мы в 2015 году запустили. Со значимым событием местных жителей поздравил полномочный представитель правительства Республики Башкортостан Александр Лихачев. Действительно удивительный микрорайон. Я проехал сейчас буквально перед тем, как сюда приехать. Сейчас проехались, посмотрели. Действительно очень многое сделано. Построили такой замечательный детский сад. Действительно не в каждом микрорайоне, не в каждом деревне и селе такой детский садик у нас в Республике существует. Многое делается, но то, что я вижу здесь, это, конечно, огромный вклад муниципалитета, республики, вас, жителей села Шудек. Уверен, что вы лично принимали участие в благоустройстве территории и всего села, за что вам, конечно, огромное спасибо. Ценность этого проекта отметил в своей речи представитель Министерства сельского хозяйства Республики Рафис Зайнуков. Объект был построен в рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий, где государственным заказчиком является Министерство сельского хозяйства Республики. Район в действительности активно принимает данные программы. Только в текущем году более 80 миллионов выделено денег на обустройство сельских территорий. Две семьи получили субсидии на улучшение жилищных условий. До конца текущего года еще две семьи получат живые помещения в рамках договора найма. Еще, соответственно, мы с районом отрабатываем еще одну семью, оказать государственную помощь на улучшение жилищных условий. В текущем году, помимо этого, у нас построили уличную систему водоснабжения в городе Яновом. Благодарственными письмами были отмечены те, кто внес большой вклад в появление нового микрорайона. В ходе встречи много добрых слов прозвучало из уст местных жителей. Они с гордостью и радостью отзываются о своем новом доме. Делегация смогла оценить современный подход к обустройству парковой зоны. Участники встречи прогулялись по ее территории, после чего направились в новый детский сад с одноименным названием «Италмаз». Современное здание привлекает внимание ярким фасадом снаружи и уютом внутри сада. Дошкольное учреждение рассчитано на 60 мест. В настоящее время практически завершены все внутренние работы, установлены мебель и оборудование. Детский сад построен таким образом, чтобы в нем было максимально комфортно как сотрудникам, так и будущим воспитанникам. По словам представителя администрации, скоро он откроет свои двери для маленьких жителей микрорайона. Вторым пунктом на пути следования стал двор на улице Юбилейной. По программе «Башкирские дворики» здесь завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий, домов 5, 6, 7, 11. Гости ознакомились с этапами реализации проекта. В ходе работ заменили асфальтное покрытие, оборудовали парковочные зоны. На площади более 700 квадратных метров высадились зеленые насаждения и газон. Обустроили детскую спортивную площадки. Для участников встречи были подготовлены концертные номера. Сегодня мы посетили Шудокский сельский совет, где за счет федеральных денег был построен детский садик. И построена в этом микрорайоне вся инфраструктура, где присутствует водовод, газопровод, освещение, дороги построены. Поэтому настроения праздничные, как видите, сегодня Янаул празднует, мы вместе с ними празднуем. От души янаулцев поздравляют с праздниками, которые я только что говорил, с Днем Республики, с Днем Янаульского района. Хочу пожелать, чтобы мы были здоровы, счастливы и всем тем трудностям, которые у нас есть перед нами, чтобы их проходили достойно и красиво. Помните, 1 сентября был у нас глава республики, и вот он что сказал? Краше Янаула и самого города, среди городов, малых городов нашей республики нет. Вот поэтому Янаул, он светет сегодня. И те дома, вот вы видите, построенные в конце 80-х, начало 90-х, вот эти, извиняюсь, дикие времена построены, хаотичные, без проекта, не соблюдая архитектуру, да, сегодня, видите, все, крышу меняем, дворы, башкирские дворики восстанавливаем по программе главы республики нашей. Поэтому Янаул краше и краше становится. Поэтому спасибо руководству республики. Ну и Янаул, молодцы, сама администрация Янаулского района, молодцы, умеют и федеральные деньги брать, умеют и республиканские деньги брать, и умеют сами зарабатывать путем налогов, налогов, сборов, поэтому молодцы, молодцы, очень приятно. Следующая остановка – улица Некрасова. И здесь по программе поддержки местных инициатив обновили ветхую хоккейную площадку. В мае этого года проект выиграл первый этап конкурса, набрав 99 баллов из 100. Общий объем финансирования составил 1 миллион 350 тысяч рублей. Из них 1 миллион из республиканского бюджета, 350 тысяч – вклад населения и спонсоров. Теперь у любителей спорта появилась отличная возможность проводить здесь турниры и товарищеские матчи. Надо сказать, что за последнее время очень много сделано. И благодаря поддержке республиканского правительства, и благодаря работе, собственно, администрации муниципального района, Иногульский район, я думаю, что жители очень довольны, будут пользоваться теми объектами, которые были построены в рамках республиканских программ и в рамках тех мероприятий, которые были проведены муниципалитетом. В последние годы в республике очень сильно идет строительство социальных объектов. Мы видим, что в городах и селах активно ведется работа в данном направлении. И недаром Радий Фаридович Хабиров, став главой республики, уделяет огромное внимание данной сфере. Достаточно много средств республиканского бюджета, муниципальных бюджетов отделяется на данные цели. Удается и привлекать федеральные средства. Нужно делать больше. Сделано много, но нужно еще больше. В этот день самые активные участники проекта были награждены благодарственными письмами администрации района. Сотрудники Дворца молодежи и физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» подготовили яркие концертные номера. Мульна Россия, Дикова Нилсафин, служба новостей Янаульского телевидения. Восьмого октября состоялось первое организационное заседание Совета муниципального района Янаульский район нового пятого созыва. В работе заседания приняли участие заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Заведующий отделом по вопросам местного самоуправления управления главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Владимир Жибровский, главный советник отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Денис Юсупов, главы сельских поселений. Согласно регламенту Совета в начале заседания председатель территориальной избирательной комиссии Артур Калимулин доложил о результатах выборов депутатов Совета муниципального района, состоявшихся 13 сентября 2020 года. В результате которых Совет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 5-го созыва были избраны 16 депутатов. 10 из них представители политической партии «Единая Россия», по одному из политических партий КПРФ, ЛДПР, пенсионеры за социальную справедливость, патриоты России и два депутата, выдвигавшиеся в порядке самовыдвижения. В ходе организационного заседания председателем Совета муниципального района Янаульский район единогласным решением избран депутат от избирательного округа номер 16 Ильдар Маликов, ранее возглавлявший Совет муниципального района в четвертом созыве. Заместителем председателя Совета стал Ильнур Гореев, депутат по избирательному округу номер 5. Кроме этого депутаты утвердили состав президиума Совета муниципального района Янаульский район. Также на заседании Совета временное исполнение обязанностей главы муниципального района Янаульский район возложен на Эльшата Вазигатова, который будет руководить администрацией до вступления в должность лица, назначенного на указанную должность по результатам конкурса. Принято решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального района Янаульский район. В селе Новый Артаул Янаульского района появилась новая скульптурная композиция, посвященная труженикам тыла, матерям и детям войны. Идею вековечить благодарность землякам пришла жителям села, председателю исполкома Куролтая Башкир Янаульского района Рафаилу Яхину, и старости в Агизурах Монголову. Неравнодушные жители села и окрестных деревень, выходцы из Нового Артаула и спонсоры с энтузиазмом поддержали это предложение. Буквально за два месяца общими усилиями они собрали 400 тысяч рублей. Этой суммы хватило и на саму скульптуру, и на облагораживание территории вблизи мемориала. Торжественное открытие памятника состоялось в пятницу 9 октября. Участниками праздника стали и приглашенные гости ветерана тыла. Их в Новоартаульском поселении проживает 21 человек. На митинге звучали стихи и песни о войне. Ветераны делились воспоминаниями о тяжелых годах юности, возложили цветы к памятнику. Участие в мероприятии принял и автор скульптуры Рафаил Зинуров. Тут уже был такой памятник разрушенный. Меня дали фотографии старые, там уже ничего не понять было. Я восстановил, сделал по фотографии, вот этот посоздал. Ну это уже пятый мой памятник, в пятом районе стоит. Участник войны это второй в этом году. Первый в обделивском районе. Сначала сделали макет маленький, 50 сантиметров. Потом увеличили его в таком виде. Отлили его. Материал называется полимер бронза. А это долговечный материал, да? Он легкий, по-моему, да? Очень долговечный. Он бронзой ничем не отличается. По прочности не вступает бронзой. Более того, он не окисляется, как бронза. Поэтому будет стоять он, по крайней мере, лет 100, как минимум. Жильтина получила письмо с фронта, читает письмо. Она на полевом стане работает. Ей привезли вот на самодельной колясочке ребеночка покормить грудью. Она вот перерывы ребенка покормила, читает письмо. Ей письмо принесли от мужа. Я про себя называл памятник письмо с фронта. Ну, а так, конечно, официально тронется сам тыла. Всем. Не только район Яна-Ульского, а все, может быть, во всем союзе СССР. Я попросил фотографии нескольких женщин именно вот с этой местностью, чтобы что-то общее в лицо было. Мне сказали, что лицо похоже на местных жительниц. В этот же день в честь Дня Республики рядом с Новортаульской школой был установлен бюст участника гражданской войны в России и башкирского национального движения Халима Амирова. Имя знаменитого земляка школе присвоили в начале учебного года. Участие в торжественном открытии приняли приглашенные гости из Уфы, Янаула и, конечно же, местные жители. В этот день звучали теплые слова о Халиме Амирове, его подвигах и непростой судьбе. Точную дату смерти не знают даже историки. Многие страницы его жизни еще предстоит открыть. Участие в мероприятии принял представитель Всемирного Курултая Башкир-Республики Башкортостан Ахат Салихов, председатель исполкома Курултая Башкир-Янаульского района Рафаил Яхин, секретарь Совета муниципального района Янаульский район Вильник Мадзянов, начальник управления образования Эльвира Шаихова. Директор школы Рузеля Хакимова пожелала ученикам гордиться своим героем и прославлять его имя во всех уголках России своими поступками и достижениями. И вот наступил самый торжественный и долгожданный момент этого дня – открытие бюста Халима Амирова. Все желающие смогли возложить цветы и почтить память героя «Минуты молчания». Башкортостан вошел в число пилотных регионов по реализации федерального проекта «Борьба в школы». Суть проекта – увлечь детей спортом и повысить их уровень здоровья. На дополнительных занятиях планируется осваивать элементарные навыки физподготовки. Программа уже реализована в 16 школах Республики. В 2020 году новая дисциплина появится еще в 46 школах Башкортостана. В Янаульском районе проект будет реализован на базе лицея. Совсем скоро к занятиям приступят ученики 42 классов начального и среднего звена. В преддверии Дня Республики во всех 46 новых точках реализации проекта прошло торжественное открытие спортивных залов. 9 октября в Республиканском центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой руководитель региона Радий Хабиров дал старт престижным состязаниям сильнейших борцов страны. Участие в них приняли более 300 спортсменов и тренеров из 34 регионов России. Трансляция проходила в прямом эфире. На торжественном открытии смогли побывать и начинающие борцы со всех уголков республики. Этот проект носит под собой такую основу, чтобы укрепить, во-первых, здоровье детей в школах, оснастить материальную базу школ, укрепить материальную базу школ спортивным инвентарем. В рамках этого проекта школа-лицей получила недавно новые борцовские маты, манекены и другой инвентарь для оборудования борцовского зала. Выделенное помещение уже оснастили необходимым инвентарем. Для этого в нем провели необходимый ремонт. Где-то снизили стены, где-то произвели покраску. И вот мы сегодня видим, какой прекрасный зал у нас получился. В июле прошлого года на средства Фонда президентских грантов Российской Федерации на базе Центра социального обслуживания населения Аль-Таир был создан творческий клуб «Золотые руки». Пожилые жители нашего района могут найти занятия по душе. Сейчас рукодельницы осваивают интересную технику с загадочным названием «Скрабукинг». А вот что это такое, расскажет Гульнара Сиддикова. С этим видом прикладного искусства участницы уже знакомы. На прошлых занятиях они делали открытки. На этот раз задание посложнее. Простые коробки в руках мастерист превращаются в красивые шкатулки. Всем особенностям и тонкостям творчества участниц клуба учит педагог дополнительного образования Лилия Шарафиева. «Скрабукинг» – это вид бумажного рукоделия. С помощью специальных материалов и инструментов можно создавать альбом, открытку, мини-альбом и сохранить в них ценные фотографии или памятные вещи. Мы продолжаем сегодня оформление нашей шкатулки, которую мы начали на том занятии, со стразами, с пайетками, с лентами, ну, с всеми аксессуарами, которые у нас есть. Шкатулка, почему мы именно выбрали эту шкатулку? Потому что открытки мы уже делали в том году, они у меня тоже в том году работали по скрабукингу, поэтому мы сделали альбомы, а теперь мы решили объемную работу продолжить в стиле шкатулки. Сегодня у нас оформительская такая работа, на следующее занятие мы ее уже оформим и все завершим. У меня 17 человек. Мы стараемся все подходить, все работать, так что у нас увлеченный контингент народа. Свои изделия рукодельницы выполняют старательно, вкладывают в работу всю свою душу. Техника требует внимательности и аккуратности. Как признаются сами участницы, заниматься в клубе им очень нравится. Здесь можно не только научиться чему-то новому, а еще и интересно провести время. Мы ходим сюда уже третий год, и цветы делали в прошлом году. Педагоги очень хорошие, хорошо к нам относятся, как к детям. Друг к другу привыкли, мы тут общаемся между собой, и нам все нравится здесь. Вот это рукодель, общение. Мы встречаемся, общаемся. У нас есть в WhatsApp-е своя группа, мы делимся своими новостями, своими рецептами, кто чего состряпает. В общем, все нравится. Тут собрались такие люди творческие, близкие по духу, что ли, как сказать. Если мы долго друг друга не видим, мы скучаем по друг дружке. Очень интересная техника, Лилия Федаевна все так с нами занимается. Ну вот в прошлом году мы делали ростовые цветы, вот мне, например, вообще я влюбилась в эти цветы. Мы и дома делаем их, друг к дружке ходим, там у кого-то что-то не получается, учим друг дружку. Занятия по скрабукингу рассчитаны на два месяца. За это время мастерицы успеют закончить свои работы. Каждый из поделок может стать достойным украшением любого интерьера. Немало у женщины новых идей. Благодаря клубу по интересам, многие из них воплотятся в жизнь. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Пятничным вечером на центральной площади Янаула прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Республики и 90-летию со дня основания Янаульского района. Подробности далее в сюжете. Назначимые события были приглашены выдающиеся земляки, почетные граждане, жители района. Перед гостями вечера выступил полномочный представитель правительства в Государственном собрании Курултая Республики Башкортостан Александр Лихачев. Позвольте передать вам теплые приветствия главы Республики Башкортостан Радио Фаридовича Хабирова и членов правительства. 11 октября. Историческая, судьбоносная дата. 30 лет назад родился новый Башкортостан. Башкортостан всегда был опорным краем. В год 75-летия Великой Победы хочется особенно подчеркнуть, как наша республика приближала ее, как наши земляки бесстрашно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу. Сегодня республика уверенно входит в десятку сильнейших регионов России. Почетными грамотами Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан за многолетнюю добросовестную работу были награждены. Зиединов Виктор Тимирханович, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, акционерного общества «Янаульские электрические сети». Ушиярова Роза Назиповна, начальник участка водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Янаул-Водоканал». Шайхудинов Шайкинор Шайдиарович, старший дорожный мастер общества с ограниченной ответственностью «Янаул-Благоустройство». Почетными грамотами Министерства культуры Республики Башкортостан за большой вклад и добросовестный труд были отмечены. Пензина Гульнара Гаратиевна, заведующая художественно-постановочной частью Муниципального автономного учреждения культуры Ишпоселинческий культурно-досуговый центр. Меня Ахметова Эльвира Юрьевна, преподаватель детской школы искусств. Садриславова Гульшат Тагировна, преподаватель детской школы искусств. Своими впечатлениями поделился и депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Рамзил Незамеддинов. Сегодня очень много мероприятий, которые мы присутствовали на Янаульской земле. Мы сегодня открыли прекрасный детский садик, который построен за счет федерального бюджета. Сегодня мы присутствовали также в открытии по программе Башкирские дворики прекрасные улицы, прекрасные хоккейные площадки. То есть хочу сказать, что в праздник, как всегда принято, открываются такие значимые объекты, значимые мероприятия для района и для города. Я от души присоединяюсь всем поздравлениям, которые здесь звучат. С приветственным словом к киноульцам и гостям праздника обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Для каждого из нас юбилей района не просто огромные события. Это прежде всего наш с вами повседневный труд и чаяние, испытания и радости. Можно сказать, вся наша неповторимая судьба – наша биография. Разрешите сердечно поздравить всех вас с этим поистине замечательным юбилеем района. За эти годы район пережил немало. Есть в его истории горькие страницы войн, бедствий, но еще больше трудовых подвигов наших земляков, достижений в области искусства, спорта, науки. Здесь и славные годы дореволюционного прошлого, и годы становления советской власти, и страницы Великой Отечественной войны, и имена наших земляков. Почетными грамотами администрации Янаульского района за добросовестный труд и успехи в работе были награждены. Ахмедова Анжела Анатольевна, медицинская сестра кабинета врача-инфекциониста, поликлинического отделения государственного бюджетного учреждения, здравоохранения республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Воззекатова Ильзира Анасовна, медицинская сестра отделения лучевой диагностики, государственного бюджетного учреждения здравоохранения республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Исламова Ильюза Анасовна, депутат совета сельского поселения Новортаульский, сельсовет муниципального района Янаульский район, социальный работник автономной некоммерческой организации, Центр социального обслуживания населения Альтаир. Нурякметова Алия Рафаэловна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования станции юных техников города Янауль. Тимиршин Артур Арсеньевич, дорожный рабочий Янаульского дорожного ремонтно-строительного управления филиала акционерного общества Башкир Автодор. Фархузина Зефиль Загирович, директор общества с ограниченной ответственностью Янаульская баня. Хузина Раушания Афаатовна, медицинская сестра участковая поликлинического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Шакирова Ольга Валентиновна, фельдшер Рабакского, фельдшер Шкакушевского пункта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан, Янаульская центральная районная больница. Шарипова Луиза Халиловна, медицинская сестра отделения лучевой диагностики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Янаульская центральная районная больница Благодарственное письмо администрации Янаульского района в этот день вручили Беляевой Ларисе Витальевне, методисту муниципально-автономного учреждения, дворец молодежи Кроме того, в этот день подвели итоги районного конкурса на лучший логотип, посвященный 90-летнему юбилею района Диплом победителя заслуженно достался Султан Ахметову Рамизу Меншариповичу, преподавателю муниципального автономного учреждения, дошкольного образования, детская школа искусств В год эстетики населенных пунктов в нашем районе был объявлен конкурс «Самое благоустроенное сельское поселение Янаульского района» Победители определили в двух категориях Дипломами победителей в номинации «Самое благоустроенное сельское поселение» до пяти населенных пунктов наградили Третье место – сельское поселение Старокудашевский сельсовет и денежная премия 15 тысяч рублей Третье место – сельское поселение Иткинеевский сельсовет и денежная премия 15 тысяч рублей Второе место – сельское поселение Староваряжский сельсовет, денежная премия 25 тысяч рублей Первое место – сельское поселение Максимовский сельсовет и денежная премия 45 тысяч рублей. Дипломами победителей в номинации «Самое благоустроенное сельское поселение» до 10 населенных пунктов были отмечены. Третье место – сельское поселение Ямодинский сельсовет и денежная премия 30 тысяч рублей. Второе место – сельское поселение Несегутовский сельсовет, денежная премия 40 тысяч рублей. Первое место сельское поселение Истякский сельсовет и денежная премия 60 тысяч рублей. Доброй традицией стала церемония присвоения звания почетный гражданин Янаульского района. Для вручения на сцену поднялся председатель совета муниципального района Янаульский район Ильдар Маликов. Решением совета этот высокий статус и символичная лента были вручены. Сахратову Роману Фанисовичу, генеральному директору акционерного общества Янаульский электрические сети. Фазылову Риме Фамиевне, председателю районного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил, правоохранительных органов муниципального района Янаульский район. Праздник продолжили художественные номера коллективов района и приглашенных гостей наших именитых земляков. Редактор субтитров А.Семкин Традиционная сельскохозяйственная ярмарка состоялась на рыночной площади 10 октября. Свою продукцию представили более 90 сельхозтоваропроизводителей. Каждый желающий мог найти продукцию по душе и карману. Благо, ассортимент овощей и фруктов был на любой вкус. В торговле шла бойко. На прилавках традиционные дары осени. Капуста, лук, картофель, морковь. Рядом саженцы цветов и кустарников. Товары местных умельцев. Большим спросом, как обычно, пользовался мед и продукция пчеловодства. На ярмарку приехали и гости из соседних областей. С Кудинского района, деревня Дайная, у нас пасека семейная производства меда. Занимается вот отец, я наследник, он 30 лет уже занимается пчеловодством. Я 11. Постоянно на ярмарках ездим, присутствуем, мед сдаем. Где-то, наверное, третий раз приезжаем. В прошлом году угрожая не было, мы не были в прошлом году. А нынче угрожай хороший и приехали. Атмосфера царила праздничной. Для многих и на улице в такие ярмарки – это отличная возможность запастись на зиму необходимыми продуктами. При этом большую роль играют и доступные цены на товары. Каждый год выхожу на ярмарку, чтобы приобрести что-нибудь домашнее. И сегодня с большой радостью купила домашний лук разных сортов. Порадовалась на обилие товаров на нынешней ярмарке. Хорошо, что сегодня отличная погода. Цены вполне приемлемые. Цены устраивают. Для многих продавцов это хорошая возможность выгодно продать свой товар и получить заработанную нелегким трудом прибыль. Среди гостей этого дня представители администрации района и города. Пришел на ярмарку и глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он пообщался с товаропроизводителями, владельцами личных подсобных хозяйств. Как признаются последние, погода в этом году радовала. Урожай удалось собрать неплохой. С учетом того, что в этом году очень тяжелая ситуация у нас по коронавирусу, первый раз в таком масштабе мы собрали всех производителей, чтобы выставили свою продукцию. Тем более, Бог нам в этом году помог, погода помогла. Год удался, урожай был довольно-таки хороший. По ярмарке видно, у нас места даже не хватило всем выставить. Уборку урожая мы закончили своевременно. Урожай собран в полном объеме и сдан в хранилище. И овощная продукция, и зерновая продукция. И для заготовки кормов в этом году все было благополучно. Успели даже с запасом подготовить все. Сегодня на ярмарку у нас откликнулись все сельхозпроизводители, в том числе и даже соседнего края, Пермского края, приехали со своей продукцией. И Удмуртия даже поддержала. Ассортимент очень большой. Все есть. Даже вот покупатели некоторые говорят, можно все накупить на зиму. Все, что хотите. В праздничное настроение создавали концертные номера. Их для гостей ярмарки подготовили творческие коллективы района. Зрители с интересом наблюдали за действием на сцене. С удовольствием слушали знакомые и любимые мелодии. Тем временем на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юны» шли соревнования в различных видах спорта. Любой желающий мог проверить свои силы в различных силовых видах. Показать свою удаль, силу и скорость. Всего за этот день было продано более трех тонн мяса, 14 тонн овощей, 1300 саженцев, свыше полутонны меда, 13,5 тонн зерна, 2 тонны сена и соломы, 75 тонн перегноя и торфа. Как планируют организаторы, это не последняя ярмарка в этом году. А значит, янаульцы еще успеют запастись необходимыми сельхозтоварами. В преддверии Дня Республики в городском парке культуры и отдыха прошел праздник для самых маленьких жителей нашего города. Программа дня была насыщенной и интересной. За всеми приключениями героев следили не только ребята, но и их родители. Также в этот день подвели итоги онлайн-конкурса детской техники «Бэби-мобиль». По итогам первое место заняла семья Игнатьевых, на второй позиции семья Гилимшиных, на третьем почетном месте совместная работа семей Галявых и Гайсиных. В парке царила праздничная атмосфера. Для активных непосед работали спортивные пятачки. Сегодня в городском парке проходит детский праздник, посвященный Дню Республики и юбилею нашего района. На одной сцене выступают воспитанники секции Дворца молодежи, Дома пионеров и Станции юных техников. Также этими учреждениями организованы тематические площадки, на которых ребята могут поучаствовать, получить подарки. В рамках сегодняшнего праздника также были награждены семьи, которые во время самоизоляции участвовали в онлайн-конкурсах и заняли призовые места. Данные семьи были награждены грамотными и складкими призами. Памятные серебряные монеты в честь 75-й годовщины Великой Победы от имени главы Республики Башкортостан Радия Хабирова вручили ветеранам Янаульского района в минувшие выходные. Глава администрации района Ильшат Вазигатов совместно с председателем районного совета ветеранов войны и труда Римой Фазыловой навестил участников Великой Отечественной войны. В нашем районе сегодня проживает семь ветеранов. К сожалению, состояние здоровья не позволило Катифу Горееву лично встретить делегацию. Подарки передали его дочери. С нетерпением гостей ждали и в 52-м квартале. Здесь проживает чета портных. Этот день стал приятным событием для супругов. Из рук главы Григорий Михайлович получил памятные подарки и услышал теплые слова в свой адрес. После делегация направилась к Анастасии Плотниковой. Когда началась война, ей было 9 лет. Но увидеть и испытать за эти годы пришлось многое. Для каждого ветерана эти встречи имеют большое значение. Герфан Якупов призвался в армию в 44-м году. После победы еще 6 лет служил на Камчатке. В мирное время трудился в нефтяной отрасли. Он также получил памятную монету из рук Альшата Вазегатова. Следующим пунктом маршрута стало село Байгузино. Здесь проживает еще один ветеран Великой Отечественной войны Равгат Магазов. Ему также вручили памятную серебряную монету, как символ отваги и мужества, проявленной в годы войны. Пожелали здоровья. Ветеран Амирьян Нарулин ушел на фронт в 17 лет. Поначалу служил сержантом, был командиром отделения, служил в Польше, на границе с Афганистаном. К приезду гостей ветеран был рад и отметил, что приятно удивлен визиту главы администрации района накануне Дня Республики. Мы доводим до наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны, подарок учрежденной главой республики Радим Фаридичем, с небольшим кустанась, как говорят. И, конечно, настроения ветеранов приподняты, особенно, вот только что были у Амирьяна Нарулинча. Один из самых позитивных наших ветеранов, который всегда рад нашему посещению. Ковидные мероприятия не позволяют, конечно, полностью обнимать и от души приветствовать, но, тем не менее, мы делаем исключение, мы с обработкой рук, соблюдая масштабный режим, посетили всего 7 у нас участников Великой Отечественной войны осталось на территории Наульского района. Всегда говорим, вот вспоминаем молодость, их трудовой путь, насколько они были правильными людьми, поэтому они живут сегодня красиво, дети за ними ухаживают, и в том числе самый основной момент – это воспитание детей. Благодаря этому они в добром здравии сегодня. Организация незаконных свалок – один из самых распространенных видов экологических правонарушений. Несмотря на то, что в последние годы ситуация в районе заметно улучшилась, по-прежнему остаются нерадивые жители, кто не желает соблюдать закон. Подробности у нашего корреспондента Гульнары Сидиковой. В свалку рядом с микрорайоном Урняк обнаружили местные жители. Здесь и раньше порой складировали ненужные вещи, но постепенно горожане навели порядок. Однако, как оказалось, ненадолго. Неизвестные лица привезли и оставили здесь груду строительного мусора. На место преступления выехали представители административной комиссии. На этот раз выяснить имя владельца строительных отходов оказалось проще простого. Среди мусора яркая вывеска супермаркета. Магазин закрылся. О том, что он работал в Янауле, теперь напоминает только эта груда мусора. Такому соседству местные жители, конечно, не рады. Из года в год мы выявляем вот такие свалки на территории городского поселения. И стараемся как бы извлечь от этого урок. Установили везде по всему городу уже мусорные контейнеры. Но все равно жители продолжают вываливать мусор на окраине города. Именно даже в центре города могут вывалить и спокойно уехать домой. Хотя, знаешь, что фактически это нарушение закона. Это нарушение правил благоустройства города. Я думаю, что они за столом у себя так же не гадят, как, допустим, на окраине города. Где бы только человеческая нога не наступала, она за собой почему-то оставляет вот такой казус. Это неприятный очень для нас вид. И на сегодняшний день, имея даже такое предприятие, как и новое благоустройство, они не способны сегодня провести такую большую работу по очистке прилегающих территорий города. Соответственно, по отношению данного участка будут приняты меры, и виновники будут привлечены к административной ответственности. В случае, когда определить владельцев отходов не представляется возможным, устранить несанкционированную свалку должны органы местного самоуправления. Если же виновник установлен, его ждет административная комиссия и штраф. Комиссионное обследование проводим членам административной комиссии. И выявляем виновника, скажем так, кто выгрузил мусор несанкционированно, посадки вываливают, так ведь в леса у нас лагавод вываливает. И потом приглашаем в административную комиссию, там административная комиссия принимает решение. Выявленный факт, значит мы этот мусор должны переместить его в полигон. Если не нашелся, мы привлекаем, конечно, вот у нас есть обслуживающая организация, так ведь облагоустройство в основном этим занимается, по городу вывозит, скажем, за свои средства в полигон. Чтобы было меньше свалок, люди должны все-таки размещать, вот отделять ТКО и крупногабаритный мусор. ТКО это, получается, бытовый мусор, так ведь, да, который мы, вот оплачиваем 75 рублей сейчас. Мы должны размещать его в контейнерах. Но то, что вот строительный мусор, крупногабаритный мусор, мы должны по определенным договорам его вывозить в полигон. Для этого есть у нас организации ООО «Дюртель и Мелеводстрой», которые занимаются так ведь сбором, вывозом и утилизацией мусора. И есть у нас ООО «Благоустройство», местная организация. В нашей республике продолжается реализация так называемой мусорной реформы. Растет количество контейнерных площадок в Янаульском районе. Они предназначены только для бытового мусора. Однако есть жители, что оставляют рядом с баками и крупногабаритные отходы. К примеру, отжившую мебель, бревна и шины. Есть и те нерадивые граждане, что по-прежнему вывозят свой мусор на территории лесов и посадок. Несмотря на все принимаемые меры, как никогда актуальным остается выражение «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Гульнара Сиддикова, Нилсафин, служба новостей Янаульского телевидения. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Берегите себя и своих близких. Оставайтесь с нами. 18 октября. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1813 году, русская армия и ее союзники одержали победу над Наполеоном в битве народов под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе. Продолжение следует... Внимание, только один день. 17 октября в субботу в МКДЦ города Янаул состоится выставка продажа модных и элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая осенняя коллекция для женщин всех возрастов. Производство России. Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, пуховики, пальто из драпа. Добро пожаловать! Согласно лунному календарю, каждый день особенный. В аптеках Фармленд тоже есть свои особенные дни. Дни большой выгоды. 20 октября в Фармленде скидка 20% на БАДы, активную косметику, ортопедию, медтехнику и средства гигиены. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Телефон 50402-599-95. Все в наших руках!